здравствуйте друзья меня зовут михаил наводчик продолжаем изучать css3 в этом уроке мы продолжим тему которую начинали раньше эта тема селекторов в шестом уроке этого курса мы начали проходить селекторы селекторов тега и теперь мы пройдем дальше пройдем что такое универсальный селектор и мультиклассы также повторим некоторые аспекты которые мы изучали раньше о предыдущем селектором само слово селектор происходит у нас от латинского сортировщик по простому это стили которые можно назначать каким-то объектом то есть какие-то стилевые особенности внешние для различных объектов чтобы лучше разобраться с этим уроком вот я открыл документ который находится под видео вас архив будет на этот файл вот здесь сам код а слева у меня открыт google chrome и этот документ здесь две картинки и небольшой текст с разными тегами которые мы будем использовать сохраните себе этот документ разархивируйте его в этом документе html мы будем рассматривать селекторы плюс будем записывать эти селекторы в списочек и мы составим здесь список из всех селекторов которые мы будем проходить вот здесь вот у нас три селектора которые мы уже разбирали раньше здесь вы видите у меня в круглых скобках написаны цифры это номер урока которым мы это рассматривали селектор тега мы рассматривали в шестом уроке селектор класса мы рассматривали в седьмом уроке и селектор индификатора мы рассматривали в восьмом уроке давайте немножко повторим что это такое чтобы мы могли двигаться дальше здесь у меня вот стоит две картиночки которые иллюстрируют что такое атрибут и что такое селектор давайте вспомним что такое атрибут а вот здесь представлено определением этого понятия атрибут у нас происходит атлантинского приписывание признак вот здесь у меня стоит видите код вставки стандартной картинки один джипег и в данном случае красненьким вот здесь показан атрибут src и атрибут alt здесь у нас идет тег имидж а дальше у нас идет как бы дополнительная характеристика для этого тега которая дает дополнительную информацию чтобы этот тег правильно работал и работал в принципе вообще например атрибут src он обязательный атрибут alt он считается обязательным но не критичным всего можно и не ставить но по последним данным он все-таки у нас больше относится к обязательным после атрибута идет равно и в двойных кавычках мы пишем соответствующие вот идет свойства и значения идем дальше здесь представлено определение что такое селектор это некоторое имя стиля для которого добавляются параметры форматирования в качестве селектора выступают теги классы и идентификаторы сам селектор пишется вот здесь он стоит у нас в начале дальше идут фигурные скобки идет свойства и значение этого свойства это мы рассматривали в шестом уроке когда мы начинали рассматривать селекторы и в частности селектор тега это у нас была небольшая теория повторения теперь давайте непосредственно перейдем код и будем двигаться дальше здесь вот у меня справа открыт документ который вы разархивировали 29 selectors . html стиль у меня находится вот в этой части как вы видите документа они у меня подписаны и вот на первом месте h1 это у нас селектор тега дальше у нас через точку пишется селектор класса а вот он два разуме не написан селектор класса а дальше через решетку можно писать селектор индификатора который мы тоже проходили уже в восьмом уроке и как вы видите вот здесь для тега h1 и селектор h1 у нас задано текст олиган центр из текст выровнять если достойно перевести двоеточие написано центр то есть выровнять по центру и мы видим что у нас так выровнялся по центру нашего документа то есть вот здесь у нас соответственно этот тег стоит то есть соответствующая запись у нас выровнялась по центру надеюсь вам этом всем понятно уже теперь давайте вернемся к селектору универсальному которое мы сейчас рассмотрим он у нас пишется с звездочки и вот здесь представлено определение что он у нас делает он выделяет каждый элемент на странице устанавливает один стиль для всех элементов веб-страницы то есть вот форма записи то есть пишется звездочка потом какие-то стиль вы характеристики цвет размер либо что-то еще и получается что все теги какие бы не были в нашем документе примут эти характеристики которые мы напишем давайте это проиллюстрируем на практике в данном случае вот вы видите у нас черным цветом написан текст и вот сейчас мы применим давайте цвет ко всем тегом и посмотрим как изменится цвет нашего текста здесь я вам уже поставил строчку и надо просто разокомментировать то есть вот этот комментарий слэш со звездочкой я вырезаю и поставлю вот здесь перед четверочкой и видим что весь текст у нас стал бирюзовым то есть цвета аквы аква переводится как вода у нас соответственно только картинки вот это две картинки цвет конечно у них не поменялся но бордюр видите тоже у них изменился а цвет вот этого текста не изменился почему потому что для него задан отдельный класс вот этот класс говорит чтобы этот объект был именно красным но такие команды селектор универсальный не распространяется свое время этот селектор больше использовался для того чтоб задать одинаковые характеристики для всех тегов например отступы падинки и маржины а потому что разные браузеры имеет немножко разные предустановки здесь задавался один как бы шаблон для всех тегов а потом уже конкретизировалась документе что нужно в каком месте как бы сделать давайте здесь обнулим характеристики отступов здесь давайте напишем точку запятой и напишем padding напишем 0 ставим точку запятой и также маржин давайте заводим 0 видим в документе слева у нас отступы пропали то есть текст уплотнился принципе так можно делать но на практике сейчас это не используется почему потому что когда документ состоит из большего количества тегов это у нас в маленький документ пока написан если бы он был побольше то этот селектор грузил браузер слишком грузил и ухудшал быстродействие как бы обработки информации на нашей странице поэтому сейчас выборочно пишут для нужных тегов какие-то характеристики базовые а этот метод универсального селектора используется либо в маленьких документах либо его не используют я уберу здесь padding и margin и давайте мы это закомментируем и рассмотрим следующий селектор поставим здесь слэш и звездочку следующий селектор у нас селектор мультиклассов то есть это когда какому-то тегу можно назначить сразу несколько классов одновременно которые могут содержать разные характеристики и все будут применяться для конкретного тега вот так пишется это в html коде то есть x это у нас какой-то тег дальше идет класс равно и в двойных кавычках пишется один класс потом 2 и так дальше сколько здесь классов бы не было если в этих классах находятся одинаковые характеристики то берется значение последнего который описывается в коде чтобы это проиллюстрировать давайте вот здесь добавим строчку с названием мультиклассы и применим к ней соответствующий селектор то есть вот здесь у нас блок с л и я это выделяю продублирую ставлю ниже заменим слово универсальный на мультиклассы здесь соответственно напишем класс и давайте посмотрим вот у нас стилях вот здесь вот есть два класса класс сак и класс текст данном случае класс зак хранит информацию красного цвета вот он нас здесь выводит эту строчку красным цветом класс текст задает размер шрифта font size 18 пикселей соответственно вы видите что этот текст выводится у нас черным цветом но и вот такого размера поэтому давайте мы изменим это берем вот этот класс зак ставим вот сюда в класс видим соответственно строчка у нас стала красная то есть стиль у нас применился и давайте здесь ставим также класс текст представим здесь пробел и ставим соответствующий класс и видим что размер у нас увеличился немножко нашего текста давайте здесь что было заметно поставим например 28 видим что это меняется то есть получается что мы класс вложили два разных стиля то есть класс зак и класс текст также через пробел здесь может быть дальше неограниченное количество классов которые вы хотите применить также в стилях предусмотрена соответствующая запись то есть давайте вот здесь объединим эти два класса то есть я копирую класс зак копирую класс текст ставлю их вместе между ними нет пробела и и здесь фигурных скобках давайте зададим характеристики например зададим тень для этого объекта текстовую тень пишем здесь текст shadow давайте зададим здесь три пикселя и три пикселя видим тень у меня уже появилась красненькая давайте зададим ее например зеленого цвета то есть напишем здесь цвет green видим вот здесь у меня тень появилась соответственно здесь в классе местоположением как бы вот эти классов не влияет если я их поменяю местами например вот это я вырежу поставлю на второе место то видим ничего не происходит давайте я это отменю либо вот здесь если мы поменяем местами давайте я поменяю их местами видим тоже ничего не происходит то есть положение последовательности классов не влияет на применение соответствующего способа класса соответственно здесь пробел ставить нельзя я поставил пробел то есть видите тень у нас пропала здесь без пробела как пишутся у нас мультиклассы давайте эту строчку закомментируем здесь перед этим классом я поставлю слэш звездочку и в конце тоже закомментирую и здесь я напишу что это мы делали мы применяли мультиклассы это у нас как бы пятый вид селекторов поэтому здесь поставим пятерочку напишите соответствующий код сохраните документ в следующем уроке мы пройдем новый тип селекторов это вложенные селекторы спасибо за внимание если будут вопросы по этому уроку задавайте жду вас в следующем уроке